Поиграть в войну 19-летнему жителю Ивановской области не удалось. Летом прошлого года парень дважды пытался выехать на Украину в качестве наемника для участия в боевых столкновениях на стороне спецподразделения АЗОВ, националистической радикальной группировки «Правый сектор». С потенциальным работодателем молодой человек общался через интернет. Списался с командиром батальона АЗОВ, который предложил мне за участие в этих операциях 90 тысяч рублей. Вследствие чего мы с ним договорились о моем прибытии на территорию Украины. Обещал по прилету встретить меня в аэропорту, что в принципе не произошло. Меня депортировали обратно в Москву. Лицо молодого человека решено не показывать из гуманных соображений. Это он сейчас понимает, что сделал глупость. А год назад и убивать был согласен, и своей жизнью рисковать из-за 90 тысяч рублей тоже. Оружие парень никогда в руках не держал и пользоваться им не умеет. То, что встреча с вербовщиком не состоялась, стало счастливой случайностью, а может и вторым днем рождения. Там не платят, там просто обманывают или грохают. Ну это все. Да нет, не стоило того. Вообще. Лучше бы я здесь зарабатывал. Есть вопросы и к родителям молодого человека. Например, почему из всех способов заработать их сын выбрал именно такой. Фурмановский районный суд признал парня виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. По решению суда он признал виновным в совершении преступлений по части 1 ст. 30, части 3 ст. 359 УК РФ «Наемничество», а также части 1 ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Запрещенные видеоролики молодой человек размещал на своей странице в соцсетях. Это суд и посчитал публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Что касается статьи 359, наемникам признается человек, который участвует в вооруженном конфликте за материальное вознаграждение, не являясь при этом гражданином государства, куда он приглашен воевать. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново